Кран, редуктор давления, счетчик. Фильтров нет. Открываем кран, вода не идет. Друзья мои, всем привет! Мы начинаем новый объект в городе Набежные Челны. В общем, здесь мы будем делать ванную комнату. Данная ванная комната размером 172 на 2,13. Совмещенный санузел, поэтому здесь нам нужно будет установить ванну, установить раковину, установить инсталляцию. Заменить водяное полотенце сушитель на электрический, и в этом районе должна быть стиралка. Для того, чтобы стиралка у нас сюда спокойно влезла, мы передвинем ножка дверной пролем. Здесь мы уже срезали, здесь нам надо нарастить. И тогда у нас будет как раз достаточное расстояние для того, чтобы стиралка встала без проблем. Далее. Следующим этапом у нас идет отштукатуривание стен и задание геометрии в этой ванной комнате. Как я уже тут посмотрел по лазерному аниверсию, и получилось, что вот эта стена и вот эта стена относительно параллельны друг к другу. И это хорошо. Но вот эта стена и вот эта стена у нас идут клином. Поэтому в этом месте у нас будет небольшой слой, больше чем обычно, примерно 2-3 сантиметра. Ну и соответственно вот этот кривизна стен, который сейчас здесь мы имеем, тоже нам не нужна. Поэтому мы ее тоже будем выравнивать. Ну выравнивать мы будем с помощью штукатурки. Далее. Вот эта стена у нас монолит. Ее отштукатурили. Но мы приняли решение снять с этой стены штукатурку, потому что она у нас здесь уже спокойно слазит даже. Подбиваю ее вот таким вот образом. И она просто слазит. Это естественно нам не нужно. Это нас не устраивает. Мы снимем штукатурку, зачистим данную стену. Повторно загрунтуем. Установим маяки и отштукатурим ее заново. Продолжение следует... Такой вот вид, такой штукат нас не устраивает. Здесь у нас три стены, они идут из красного кирпича. Поэтому я думаю, там можно оставить так, как акдезия с красным кирпичом. Он идет более лучше, чем с этой монолитной стеной. Дальше нам еще нужно будет опустить вот этот вот тройник. Тройник здесь от застройщика у нас идет примерно где-то 11 сантиметров от уровня пола. То есть нижняя точка канализации 11 сантиметров. Нам нужно ее опустить. Если мы этого не сделаем, то вот здесь вот, где будет ванна, будет очень-очень высоко. И, соответственно, слив канализации будет плохой. Либо нам придется поднимать ванну, что естественно нежелательно делать, либо опускать канализацию. Но так как раструб у нас уже замурован в полу, соседи снизу уже все зашили и не дает нам попасть к ним внутрь. То есть к ним, чтобы опустить канализацию, придется нам придумывать и делать это здесь. Но как мы это сделаем, я вам покажу в отдельном видео. Мы уже придумали. Будем делать соединение трубы без раструба. Хороший способ, если вдруг такие ситуации где-то возникают. Поэтому отдельно посмотрите это видео. Ну, мы, в общем, опустим этот тройник. Здесь установим инсталляцию. Здесь у нас будет навесная раковина. Трубы будем штробить. Все трубы, которые будут в зоне, открытой зоне, мы все зашлим в стену. Жалко, что стена монолит, поэтому придется там немножко попахтеть. Ну, соответственно, шумкоизоляция будет у нас канализационной трубой. Здесь, я как сказал, уже уберем стояк. Соединим его напрямую без полотенцесушителя. В этом районе будет у нас электрический. И обратите внимание, какая большая дырка. Это у нас вентиляционное отверстие. Ну, то есть вообще можно смело, наверное, целиком в саму туда залезть. Мы его уменьшим для нормальных размеров. И сделаем туда принудительную вентиляцию. На потолке у нас будет натяжной, 4 светильника. Ну, а в этой зоне у нас будет смеситель и тропический душ на потолке. Смеситель у нас будет встраиваемый в стену. Это еще одна проблема. Я думаю, мы в эту стену будем делать в эту стену, так как это кирпич. Его штропить легче. И на полу у нас тоже будет теплый пол электрический, который мы тоже будем делать. В процессе работы я уже буду отдельными этапами освещать, показывать, снимать видео. И также выкладывать в Инстаграме, ВКонтакте, ну и в сюжетах на Ютубе. Кстати, на стене у нас будет плитка 60 на 60, керамогранит. Здесь будет люк над инсталляцией фирмы Деметро. Инсталляция фирмы Гроя. Смеситель у нас фирма Гапа. Полотенчик, я не помню, какой фирмы, но брали мы его или ровили. Позже по поводу полотенчика тоже расскажу в отдельном видео. Ну, в общем, вот так вот забегаю вперед. Такие у нас грандиозные планы по данному замузлу. Будем работать, а вы смотрите, что будет происходить. Как будет видосменяться это помещение. Что мы тут сделаем. Подключение системы вот так вот. Кран, редуктор давления, счетчик. Фильтров нет. Открываем кран. Вода не идет. А не идет она потому, что вот это вот подбило все грязью. Грязь забила редуктор давления и не работает. Где фильтра? Вопрос к управляющей компании. Куда дели фильтра? Почему они здесь не стоят? Собирать систему в таком вот виде просто неприемлемо. Нужен фильтр вот в этом месте перед редуктором давления. Обязательно. Если его нету, то вот такая вот картина будет у всех. Дом новый. Воду запустили недавно. И получается, что вот эта вся грязь, которая была в трубах, забилась у нас вот в этом месте. Нужно все это снять, прочистить. Поставить фильтр и уже потом только редуктор давления. Вот такая вот ерунда. На этом все. Всем спасибо за внимание. Ну и там лайк, подписка и комментарий. Приветствую. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!